Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу в Бешалах. И вчера ушел из мира мой друг Узи Эльзеев Эммануэль Бенезра. И этот урок я посвящаю поднятию его души. События нашей недельной главы происходят сразу после выхода евреев из Египта. Наш народ стал свидетелем больших чудес, которыми сопровождался исход. Однако, начав жить в пустыне, эйфория у некоторых быстро сменилась недовольствием. «Мы что можем кушать? Требуем хлеб!» – кричали они. И Бог вынужден был сделать чудо. И евреи стали ежедневно получать ман с неба, ману небесную, который стал их основной пищей в годы скитания по пустыне. Здесь я хотел рассказать анекдоты о концертном зале имени Манна в Тель-Авиве, но сегодня не буду. Так вот сказано в нашей недельной главе. И сказал Бог Маше, я пошлю вам хлеб с небес, подобно дождю, и пусть народ ежедневно выходит и собирает потребное ему на день, чтобы я испытал его, будет ли он поступать по моей торе или нет. Про хлеб с небес объясняет Зор, базовая книга Каббалы, что существует два вида хлеба. Хлеб нашего мира, хлеб лейхемони, хлеб бедности, и хлеб высших миров. С Исманом связана великая тайна, которую намекают наши учителя в трактате Йома, коммертируя слова царя Давида в Тегелим, «Хлеб небожителей ел человек». Раби Акива там объясняет, что имеется в виду хлеб, которым питаются ангелы-служители. А ему возражает Раби Ишмейль, ведь ангелы не питаются хлебом. Но Раби Акива подразумевал, что существование ангелов-служителей поддерживается сиянием шехины, светом божественного присутствия. И таким образом ангелы постигают вкус небесного света. Аман является порождением этого света, свет высших миров, который в соответствии с волей Творца получает материальное воплощение на земле. Естественно, если свет высших миров не заканчивается, и существует вечно, а так и есть, то и его материальное воплощение в соответствии с управлением Богом этим миром, Ажгахой Клолит, общественным провидением, и Ажгахой Пратит, частным божественным провидением, продолжает спускаться на землю сегодня. И об этом еще пару слов в конце. А на слова нашего отрывка, «Чтобы я испытал его, будет ли он поступать по моей Торе», а часто переводят по моему наставлению, потому что Тора есть наставление, пишет Раши, «Будут ли они соблюдать заповеди, связанные с тем, что не оставлять от мана на завтра и не выходить собирать ман в субботу?» Так проверяет Бог, выполняем ли мы Тору или нет. Так он нам сказал. По Галахе в субботу нельзя выносить вещи из дома и вносить с улицы в дом, там, где нет ирува, особого ограждения. И поэтому нельзя вынести из дома из шатра посуду для собирания мана и вносить ее с маном назад в шатер. И пророк Ирмиягу обличал евреев Ишалайма за то, что они носили свою ношу в субботу, говоря, что это угрожает безопасности страны. Вот как об этом сказано. «Так сказал Бог, берегите души ваши и не носите ноши в день субботний и не вносите в ворота Иерушалайма. И будет, если вы послушаете меня, сказал Бог, и не будете вносить ношу в ворота города этого в день субботний и будете светить день субботний, не делая в этот день никакой работы, то будут там разные эти вещи и будет город этот заселен вовеки. А вот если не послушаете меня в том, чтобы осветить день субботний и не носить ноши, входя в ворота Иерушалайма в день субботний, то зажгу я огонь в воротах его и пожрет он дворцы Иерушалайма И не погаснет. И таким образом мы видим, что нарушение субботы, а именно законы переноски, было одной из причин разрушения Иерусалима. И тут, для всех фом неверующих, черным по белому написано о переноске в Шаббат и о серьезности последствий его нарушения. И с того времени и до сегодня законы Шаббата остаются неизменными. И там, где нет Ирува, то в Шаббат переноска любой мелочи, вынос из своего владения в общественный, наоборот, строжащий запрет Торы. И об этом нам напоминает Манн. Другую основу упования на проведение Творца находим мы в словах нашей главы. И не было избытка у собиравшего много, и у собиравшего мало не было нехватки. Достаток не является прямым следствием стараний. Мы много раз об этом говорим. Все в силу заслуг человека в выполнении Торы и заповедей. И сказал Раби Мэйр в трактате Кедушин, пусть научит человек своего сына ремеслу легкому и чистому и молится тому, кому принадлежит богатство и достояние. Раби Мэйр жил во втором столетии этой эры и был учеником Раби Акивы. И в Талмуде в трактате Садгидрин там утверждается, что Мишна основывается на мнении Раби Мэйра, а его работу просто завершил уже ученик его Раби Уда Анаси. И они, те глыбы духовности, считывающие информацию из высшего разума, как мы сейчас из интернета, понимали, что богатство и достояние принадлежит Всевышнему и приходит только от Него. А значит, как пишет нам Мишна Перкеевод, надо выполнять его волю, как свою собственную, чтобы он выполнил твою волю, как свою собственную. И Раби Симхазисел Зив Саба Искельма, один из основателей этического направления движения Мусар, он говорил об этом так. «Всякий зрячий может видеть, что ежедневно видели собирающие ман. Нестарания определяют пропитание человека, а бог дает каждому то, что необходимо ему дать, независимо от того, трудись он много или мало. Только усилия в исполнении воли Творца определяют успех человека». И здесь уместно сказать, что в жизни необходим правильный баланс между старанием и штадлутом и упованием на Всевышнего, бетахоном. И это самая сложная задача в жизни. Вся история с маном не исторический рассказ с приключениями Рея в пустыне, как итальянцев в России. Учат наши учителя, что ман не прекращал выпадать. Ведь, как мы уговорили выше, это материализованный свет Бога. И эта материализация продолжается нон-стоп. Просто тогда это был единственный раз, когда чудо Мада было открытое. Сейчас этот процесс происходит в виде скрытых чудес. И тогда у того, у кого духовный корень был выше, ман ему выпадал прямо у шатра. А у того, у кого духовный корень был ниже, приходилось топать за маном, за пределы стана. И это была та необходимая работа и штадлут, старание, которое он должен был приложить, чтобы получить свою еду. Об этом учит нас Тора, евреев 21 века. И точно так же и сейчас степень требований штадлута от нас, она зависит от твоего духовного уровня, уровня бетахона, упования на Творца. Чем выше твой духовный уровень и выше упования на Творца, тем меньше тебе требуется стараний для получения проносы. И, конечно, наоборот. А упование, как уверенность, что Всевышний даст тебе все необходимое, в свою очередь зависит от того, сколько ты ему отдашь себя, сколько себя вложишь в исполнение его воли. Все строится на взаимных отношениях. И, как часто говорят наши мудрецы, да у зрячего глаза на голове. Или умный да поймет. Брахава от слаха. Хорошего дня. Остаемся и дальше в поисках смысла.